Ребята, всем привет! Давно меня тут не было на ютубе. Хочу заранее извиниться о том, что так давно не снимала влоги. На это есть причина, о которой я вам расскажу в этом видео. Я ушла с работы, которая мне платила 50 тысяч долларов в год, что примерно 4100 долларов в месяц. О причинах увольнения поговорим в этом видео. Как вы знаете, я работала, наверное, кстати, не знаете, потому что я работала в двух корейских компаниях, но обе они были гейминговыми, то есть мобильными разработчиками. Мы создавали мобильные игры, и я работала маркетологом. Я была ответственна за то, чтобы приносить пользователей в наши игры через различные сети, там, гугл, реклама через гугл, реклама через фейсбук и различные другие нетворки. В самой первой компании я проработала 2 года, и вот во второй компании я проработала 6 месяцев. Причина увольнения, наверное, очень простая, и это было эмоциональное выгорание. То есть, во-первых, я уволилась с первой компании, уходила во вторую компанию, надеясь на то, что у меня появится сила, надеясь на то, что я, наверное, ощущу вот эту вот цель, второе дыхание откроется, все начнется заново. Но вторая компания, мой опыт во второй игровой компании был еще хуже, чем в первой, поэтому я все-таки решила вообще уйти с наемного, не быть наемным рабочим, потому что мне это, наверное, не идет, мне это не нравится, я очень несчастлива, и про этот опыт я хочу поделиться с вами, потому что я знаю, что многие из вас смотрят меня, мечтая о жизни в Корее, и мечтая о том, чтобы работать в корейских компаниях, работать в гейминговых компаниях, работать в IT-компаниях и зарабатывать много денег. Это правда, в гейминговых компаниях минимальная зарплата это где-то 45 тысяч долларов в год, даже если вы не разработчик. Но я все прекрасно понимаю, это ваши мечты, и вы должны к этому идти, но я считаю своим долгом поделиться моим опытом с вами, чтобы вы, выбирая свою будущую деятельность, знали, к чему вы идете. Поэтому я записываю это видео. Я работала очень много, у нас сколько выходных было? Примерно 14 выходных в год. Это норма для Кореи. Есть такая вещь, как ягн, сверхурочные. Я очень много ягнила в моей первой компании. Есть такая вещь, как нунти, когда нужно следить за вот этими мелкими какими-то движениями, о которых не говорится, но ты как бы должен это типа понимать. Например, мой босс оставался допоздна, и мне приходилось тоже оставаться допоздна, даже если я этого не хотела. Не то чтобы приходилось, это не было написано ни в каких правилах, но ты как бы чувствуешь атмосферу, ты как бы понимаешь, что тебе нужно как бы, ну, раз он остается, тебе тоже нужно оставаться, тебе тоже нужно работать. Как говорил Михаил Лобковский, я одно видео его посмотрела, выгорает не тот, кто много работает, а выгорает тот, кто занимается не своим делом. И я в это реально верю, потому что когда ты находишься не на своем месте, когда ты делаешь не то, что ты любишь, все становится нереально тяжело делать. Просыпаться по утрам, пять дней в неделю, идти на работу, идти на вот эти митинги всякие, создавать вот эти репорты, работать, это просто, на это уходит так много усилий, особенно тогда, когда ты не понимаешь, для чего ты это делаешь. Ладно, если бы это была легкая работа, но работа была настолько тяжелой, настолько напряженной, настолько стрессовой, то, что просто было очень сложно. Например, я не знаю, как в других корейских компаниях, но мне кажется, в принципе, все одинаково везде в Корее. Они очень сильно сфокусированы на результате. Есть такая вещь, как OKR, может быть, вы слышали, Objective Key Results. И это такой фреймворк, когда каждый человек в компании должен ставить трехмесячные или ежемесячные цели, и каждый месяц нужно их добиваться, и нужно показывать определенный результат. И результат, он должен быть таким, чтобы его можно было ощутить, чтобы это можно было посчитать. У нас был Performance Evaluation, это обзор результативности каждые полгода, и каждый раз у меня был страх того, что ты не можешь расслабиться. Каждый день ты думаешь о том дне, вот придет скоро вот этот день, когда мне нужно отчитываться, когда мне нужно показывать результат. И я всегда боялась, что меня уволят. И я поговорила с другими людьми, думаю, это только у меня так. Но у всех такая же ситуация. Все боятся увольнения постоянно. Все как будто на крючке постоянно. Нужно постоянно какие-то результаты показывать. И я понимаю, они платят тебе довольно-таки, много денег, и взамен требуют от тебя, выжимают весь твой сок, можно сказать. И все это для чего? Для того, чтобы кто-то другой стал богаче. Я понимаю, я работала там, будучи честна со всеми, я работала там ради денег. Но деньги-то нам нужны для того, чтобы почувствовать себя свободными, чтобы делать то, что мы хотим, чтобы проводить время с теми, с кем мы хотим, когда мы хотим. Но на такой напряженной фулл-тайм работе очень тяжело быть свободным. Я не могла в любой момент сорваться куда-либо. А это моя жизнь. Это моя единственная жизнь, которую я проживаю каждый день. и каждое большинство, 90% времени я несчастна, потому что я сижу за компом, наблюдаю за цифрами, до которых у меня нет никакого дела. И я об этом думала и поняла, что лучше бы я не зарабатывала так много, но была свободнее. И тогда ко мне пришло реализацию, то, что, блин, а я не хочу больше, я не хочу больше просыпаться в 8 утра, идти на работу целый день. Делать вещи, которые я не хочу, общаться с людьми, с которыми я не хочу. Вечером идти домой и на следующий день продолжать то же самое. В течение 5 дней 2 дня отдыхать и потом все заново, до конца жизни. Что вообще? И так я проживу свою жизнь? Вот эти вот мысли постоянные меня просто посадили на антидепрессанты. Я была на антидепрессантах около года. Я сейчас уже их не пью. Единственная вещь, которая меня радовала, это утром выпить кофе. И вторая вещь, когда мы уходим с работы вечером. И то уже ночью я такая, типа, стрессовала, типа, блин, завтра опять на работу. Это ненормально, это не жизнь. И вот эти все интроспекции привели меня к тому, что я поняла, что, во-первых, мне не нужно так много денег, а во-вторых, я начала везде искать различные пути зарабатывания денег, не будучи наемником. То есть, можно зарабатывать деньги онлайн, можно создать свой бизнес, можно стать фрилансером. Очень много различных путей. Я начала везде это все искать, потому что очень хотела уйти с работы. И я поняла, что только уйдя с работы, я начну на самом деле действовать и строить свой бизнес, строить вещь, которая мне действительно нравится. Я не ленивый человек, не подумайте, я совсем не ленивый человек. Просто я, мне очень тяжело делать вещи, в которые я не верю. Вещи, которые не мои. Если я во что-то верю, если это мое, если я строю это все из фундамента, я буду очень сильно работать, чтобы достичь этого. И я поняла, что без мотивации, без вот этого вот why, без вот этого вот почему ты это делаешь, очень тяжело работать. А вот если есть мотивация, если есть вот эта вот цель, работа идет в удовольствие. И я пришла к тому, что я хочу уволиться. Я уволилась и теперь занимаюсь своим бизнесом, своим делом, пока не буду раскрывать, чем я занимаюсь, потому что все буквально на начальных этапах. Надеюсь, скоро поделюсь видео о первых успехах. И вообще, я буду чаще здесь появляться, потому что я обожаю YouTube, я обожаю снимать контент, я обожаю вообще связь с вами. И у меня просто не было возможности. Я очень сильно уставала после работы. Мне было просто не до YouTube. я вообще его не открывала. А сейчас я... У меня будет больше времени, я буду больше снимать. Спасибо всем большое и пока-пока!